всех приветствую мои родные любимые сердце моим дорогие веганы христолюбчики ну и все те кто будут смотреть это видео с кем-то им поделиться может быть хотя и сомневаюсь кто-то может быть поставить лайк хотя и сомневаюсь потому что ролик будет людям неприятен грешником злым глупым людям он будет противен зовут меня кузнецова дмитрий евгеньевич в интернете известен как веган христолюб я давно обещал записать ролик выделить именно на эту тему меня в последнее даже время не раз укорили за то что я помимо христианства очень активно стал проповед веганство кем был практически сразу как покаялся 10 лет тому назад и стал вегетарианцем веганом потом некоторое время от веганства я по глупости своей немножко отошел опять-то не увернулся и из-за религиозных бредней я десять лет ну пять лет своей проповеди из нее я половина как минимум не вел активного такого проповедства проповедание веганство как первого греха в котором человека христианин тем более должен покаяться сегодня эту тему для вас раскрою конечно же тупой глупый и злой человек не примет этого он будет все он находить будет тысячу причины оправдание своим грехам чтобы дальше продолжать творить зло и возможно этот ролик как раз я тем кто мне вот укорял меня что я как бы да слишком перевалил на веганство с христианства я давал людям ответ что христианство настоящее начинается с веганство если вы не веган вы не христианин я ну единственное что могу свое оправдание сказать конечно же я всегда его проповедовал кто помнит мои проповеди от начала как я появился в интернете я тогда я был как раз веганом уже лет семь да там я на некоторое время груш по глупости по своей немножко отвалился пребывав в иллюзии что в деревнях бабушки молочко которые берут у коровок любят и когда не убивают бычков которые от них рождаются да я увидел как их любит и как не убивают а точнее убивают их детей особенно мальчиков это беда всех индустрий животноводческих мальчикам одна судьба это смерть девочкам это судьба их них матерей разделить пойти по стопам и в то время благодаря сестре реку ли я снова вернулся на веганство добила меня поделилась очередным роликом и я снова стали мозги на место и я снова вернулся на путь веганство и стал его очень активно проповедовать хотя я говорил об этом я гра немножко в другой форме я сегодня как раз буду говорить о том о чем говорил всегда раньше всегда людей отсылал к первой второй и третьей главе книги бытия но я отсылал к первой главе о том что изначально бог будучи любовью сотворившим все и давшему всему живому которые названы живой душою чувство радость жизни переживания ощущения страха смерти и страданий не давал право друг друга убивать не полагал то в природу всего живого ибо сам бог есть всячески во всем и бог есть абсолютная любовь и я отсылал в основном к первой главе я говорил христиане так называемые я называю всех псевдо христианами лживыми христианами потому что человек причиняющий зло безобидному невинному чувствующему страдающему живому существу это человек даже человеком не может наименоваться он никакого отношения не то что к небесному царству со христом он даже никакого отношения не имеет краю где был создан первозданный человек но сегодня мы сдвинемся дальше а первой главе у меня много роликов на в каждом и ролике каждом и проповеди чтение писания я цела всегда люди к первой главе книги бытия сегодня ну мы конечно же прочитаем я кто знает готовьтесь кому конечно пока еще лежит на сердце то что я говорю и вы не нажали красную кнопочку стоп заткнись еретик то я конечно же проповеди запишу пространную мы с вами сейчас почитаем не только с третьей начнем как всегда с первого в любом случае чтобы не потерять мысль этот ролик будет добавлен в мой плейлист на этом канале на котором вы видите эту запись это канал называется христалю проповеди вопиющего в пустыне вегана по пустыне подразумеваю мир которому ничего не надо который лежит во зле ему нужно только исполнение похоти собственного чрева до очей гордости житейской все неважно кто от этого страдает и чьими слезами я добиваюсь это удовлетворенности своего ненасытного похотливого я и в этот плейлист который называется постоянство в любви у меня есть отдельный плейлист веган вегетарианство я его специально так назвал для не христиан или для христиан но туда я собираю как раз проповеди лекции выступления разных лекторов мира русских не русских с переводами там а в духе христианство религиозных людей я назвал свой плейлист хотя он именно о любви к животным прежде всего не угождая своему чреву ради убийства такого же практически существа как и мы с вами обладающего такой же плотью и кровью я назвал пост от слова пост религиозник очень любит поститься они постятся для бога после этого они продолжают творить беззаконие его поэтому так и назвал пост большими вуками дальше слово идет постоянство я его назвал постоянство в любви все эти религиозные посты православных католик протестантов да и во многих других религиях мусульман мусульманстве и иудаизме это конечно все от сатаны это все от бесов эти люди ничего не познали в истине эти люди невежды в слове и ноль в познании бога любви в этом плейлисте вы найдете все достаточно синхронно со собранные мои выступления так скажем а вот эти записи там я в принципе на бытие записывал там я не разные ролики собраны вот сегодня о третьей главе конечно же у меня есть на канале целиком записанная библия я вас как всегда всех своих слушателей к нему к нему отсылаю люди которые называют себя христианами или любыми религиозными людьми не читавшие библию ну честно вызывает у меня не очень большое это скажем а то и вообще никакого уважения вы называете книгу че любите библию называть святым писанием и даже не читав ее никогда да ну или там каким-то избрачными кусками или той проповедческой лапшой которая вам на уши была повешена на канале христолюб библия и иные писания вы сможете найти чтение с моими комментариями целиком всей библии но мы с вами приступаем к чтению первой главы и им естественно прочтем так избрачно начнем с вами с первой стиха и вначале сотворил бог небо и землю земля же была безвидной пуста и тьма над бездну и дух божий носился над водою все остальные и сказал бог да будет свет а бог есть света свет есть любовь об этом говорил любимый ученик иисуса ян богослов апостол любви мы с вами все это прекрасно знаем мы с вами все эти дни творения пропускаем и останавливаемся на каком на каком останет на становись на пятом дне творения и сказал бог да и произведет вода душу живую обратите внимание на это слово слово очень важное вода произвела живые души душа человека животного что такое душа это означает ту сущность это сердце в писании очень часто или в литературе или в ну языковом обращении людей друг с другом слова душа сердце очень пересекаются патру порой это одно и то же есть такое понять как дух дух я ум да это немножко другой как бы источник или центр души так скажем да и вот те мысли какие человек рождает с каким сердцем добрые мысли ведь мысль она сама по себе она инертно да она не несет в себе неплохого не доброго с какой целью я хочу что-то сделать это и называется сердцем и душой да поэтому добрый человек злой злая душа черная душа злое сердце у меня есть мысль взять нож но я могу ножом нарезать салатик для любимого человека ребенка родители мужа нужны или друзей или могу убить животное человека и так далее и так далее да вот вам живой пример что такое душа дух ум или сердце вот бог создал же животными животных душами живыми это те души которые ощущают чувствуют боль которые переживают радость жизни и наслаждение испытывают страх перед болячками перед болезнями перед побоями и около концовки смертью это очень важно те кто животных вынес за за круг жизни дуду живых душ тот погрешает против самого творца тот никогда его не познает тот всегда будет придать пребывать во тьме и в аду собственного темного бытия и птицы да полетят над землей по тверде небесной и сотворил бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся которые произвела вода породу их и всякую птицу пернатую породу ее и увидел бог что это хорошо и благословил бог их говоря заметьте благословляет бог живые души которые чувствующие переживают страдают и радуются тем же самым благословением каким благословил кого человека сотворенного по своему образу и подобию плодитесь и размножайте и наполняйте землю наполняйте воды в морях и птицы да размножаются на земле и был вечер и был утро день 5 это знаете я хоть почему начал специально с пятого дня как вы обратили внимание в пятый день были сотворены птицы и рыбы и очень часто есть я всех этих людей буду прямо называть тупыми жестокосердными невеждами не людьми до которые очень любят если они даже там отказываются якобы по закону моисея или еще по какому бреду типа исламского шариата заповеди там мухаммеда и так далее еще каких-то мировоззрений какого-нибудь там сектанта проповедника одиночки или неважно состоящего какой-либо секте что якобы ну да там вот я свинину там не ем а это что там рыбы птицы эти люди погрешают это люди конченые идиоты и ничего не понимают в истине бог написано сотворил и вы знаете какой бы вы кто меня слушал не относились этносу национальности образу жизни социуму если вы сидите но я же не ем там вот собак да как китайцы да как у русских полно мемов в русскоязычном контенте где знаете там типа русские сидят там типа китайцы что собак едят там они а сами едят свинью как будто свинья от собаки чем-то отличается или там ой ну я же я мелкую рыбу да я же не ем ну да я слышал там дельфины киты это очень что у дельфинов 15 раз интеллект развит больше чем там у человека но типа я же не ем дельфинов ты не ешь а есть кто забивает китобойни ты на слову знакомый тебе недорогой мой не человек а дельфин обойни ты не знаешь таких посмотри если ты не ешь это не горит что другие не едут если ты там чего-то якобы вдруг по каким-то национальным там вот именно нам привели про что это типа можно какие-то идиоты нам вот это вот разделили и мы в эту чушь верим и мы причастны к этому злу оправдываем себя типа якобы мы не творим зло то это полный бред бог сотворил всякую живую душу этой птицы или курицы не до знаете женщины и курицы не птицы женщины не человек из такие мужеложские такие для как назвать то не знаю бред не пословицы нерадивый вот это то же самое бог сотворил всякую живую душу птицы рыбы все вот эти млекопитающие да все они названы живой душой они все плодятся размножаются они все дают жизнь они все чувствуют все эти раки и так далее да если ты хочешь сварить рака засуни свою бестолковую безмозговую убийственную руку убивающую других в ведро с кипятком и тогда может после этого попробовать сварить рак если от твоей руки чего-нибудь останется читаем что мы дальше продолжаем читать у нас следующий день шестой день и сказал бог да произведет земля душ я на весь ответил первое что хотел донести что все сотворенные богом живые души птицы рыбы млекопитающие человек это живые души еще раз чтоб зафиксировать определение живой души это та сущность есть растение я как бы их не называли живыми что они имеют жизнь и что да не тоже двигаются у них нету органов страданий и чувств это элементарно определяется как господь потом так скажем в девятой главе нам будет открыто действительно очень хороший внешне для человека определитель что такое живая душа это кровь ибо душа его в крови да всем я думаю известная фраза известный стих из библии из девятой уже главы вот по той же самой крови можем определить есть душа у этого существа это относится к живому миру к миру душ живых или нет это кровь если уж вы не способны внутренним взглядом определять из-за своих грехов из-за своей падшести определять глядя на мир где бог положил живой душу предела где не живой души где просто жизнь это огромная разница я надеюсь прочитав пятую главу мы с вами на подобные вещи ответили а то многие считают что раз рыбы безгласные значит их можно убивать нещадно да неважно от малой до великой посмотрите на скрыт на китобойни там море крови просто моря залиты корабля зарит и все это у вас в баночках потом на тарелке читаем о шестом дне творения и сказал бог да произведет земля душу живую породу ее скотов и гадов и зверей земных породу их и стало так и создал бог зверей земных породу их и скот породы его и все гады в земных породах и увидел бог что это хорошо как мы видим бог дает жизни вы даете жизнь этим существам которых вы убиваете пожирайте их не трупы бог дает жизнь вы их забирайте вы анти быги вы антихристы вы сатанисты все кто поднимает свои грешные окровавленные гнилые черные руки на беззащитных живых существ неважно ли проплачивать эти убийства на скотобой них на китобой них на млек на рыбнобой них на любых вы все участвуете во зле вы ничего общего с истиной со светом с любовью не имеете вас нет части его и сказал бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему и довладычествуют они над рыбами морскими над птицами небесными зверями и над скотом и над всей землей над всеми гадами присмыкающимися по земле что ж такое владычество человека сотворенного по образу и подобию бога на всем животным вы знаете идиот и жестокосердный человек думать что это тирания но когда бог начнет этого человека воспитывать тиранить так скажем да научать его жизни теми же делами какими поступал он с окружающим его миром а иначе сказать с богом который всячески во всем человек выпьет к богу о несправедливости а разве бог убивает человека разве бог тиранит его разве бог в раю человека убил или поставил ее в стоило на веки вечные или посадил на цепь в цирке или стал на нем проводить медицинские опыты зажав ему вот так шею и руки в железные колоды разве такое господство господа бога над человеком сотворенным было нет бог сотворил прекрасный мир для человека сейчас мы об этом еще более подробно прочитаем во второй главе который раскрывает на вот эти последние стихи первой главы более подробно и вел туда этого человека для чего для радости жизни животных которых отлавливают и сажают на цепи в цирке зоопарке все эти какие-нибудь там ужасные места типа зоотеррариумов и всякая чушь вот это вы создали для них идеальные условия сами посидите в этой клетке собственный блевать ней и и и и помоях которые вы будете извергать от того дерьма которым вас будет кормить неужели так сложно посмотреть на мир глазами тех кого вы эксплуатируете и убиваете иисус придя на землю не сказал ничего нового о чем знает каждый человек положено в нему в него истины от бога поступает с миром так с богом всячески во всем присущим как ты хочешь чтобы мир поступал с собой ты хочешь всю жизнь сидеть в облеванной обосранной клетки сиди кто тебе тогда не дает зачем ты сажаешь других туда какое у тебя есть право на это господство и владычество над животным миром дано было человеку по образу и подобию бога чтобы заботиться любить и творить вокруг себя свет радость и счастье и тем же самым животным дарить любовь и радость и счастье они убивать их и не эксплуатировать но идиоты этого никогда не поймут они ссылаются еще умудряются на эти стихии чтобы оправдать свое беззаконие якобы бог дал им право что устроить тиранию всему божьему творению хотя бог всячески во всем в этом творении и створил бог человека по образу своему по образу божьему сотворил его мужчину и женщину сотворила их и благословил их бог и сказал им заметьте то же самое что он сказал каждый живой душе на земле плодитесь размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуете над рыбами морскими владычествовать заботиться и любить запомните эти слова если вы от бога и над птицами небесными и над всяким скотом и над всей землей и над всяким животным присмыкающимся по земле и сказал бог что же бог сказал человеку убей зажа зажарь и съешь эту рыбку этого теленка этого поросенка эту эту куренку этого утенка вот я даю вам всякую траву сеющую семью всякую здесь так слова не важно не обращать внимание на эти синодальные там переводы неважно какие ну траву все все живое все растения шевелящиеся да так скажем сеющую семя какая есть на всей земле и всякое дерево у которого плод древесный сеющий семи вам все это будет в пищу а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому году присмыкающий по земле в котором душа живая душа живая обратите внимание на каждое слово встаньте сейчас на место первого человека это говорит вам бог а каждому зверю я даю слышь слушайте господа бога творца и создателя по образу которого вы созданы а всякую присмыкающимся еще раз нам сделан акцент в котором душа живая для вас ничего не значит вы христиане трупожоры псевдо христиане трупожоры для вас не значит ни одно слово вы насытись библии как словом божьим со святым писанием для вас это ничего не значит живая душа два слова вы выкинули вы выкинули божье творение живой души за рамки своей похоти все что вас интересует собственное чрево похоть очей и гордость житейской ничего больше вас не интересует дал я всю зелень травную в пищу вы отвергли бога вы не знаете его вы невежды в слове и ноль в познании истины и стало так и увидел бог все что он создал и вот все очень хорошо и был вечер и было утро день шестой высшие млекопитающие созданы в один день с человеком вы убиваете и пожираете себе подобных вы каннибалы вы хуже самого беса вы дьяволы читаем вторую главу так совершены небо и земля все воинство их и совершил бог седьмом дню дела свои которые он дел и почил в день седьмой всех дел своих которые дел и благословил бог седьмой день и осветил его ибо почил в него от всех дел своих которые бог творил и созидал вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время когда господь бог создал землю небо и всякий полевой кустарник который еще не было на земле и всякую полевую траву которая еще не росла ибо господь бог не посылал дождя на землю и не было человека для возделания земли но пар поднимался земли и рошал все ее лицо читаем с вами еще более подробно о творении человека и создал господь бог человек из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой и обращаю ваше внимание что то как описано в синодальном переводе человек становится душой живой даже не в момент его сотворения а только после того когда бог вдунул в него дыхание жизни я всегда показывал вам этот закон бога закон жизни закон истины если а равно b а b равно c то а равно c если бог вдунул в лицо человека дыхание жизни он стал душой живой а все животные рыбы птицы млекопитающие все кто имеет кровь названы тоже душой живой значит в них что тоже дыхание жизни в одном из псалме если вы захотите вы найдете этот это место можете прочитать вместе со мной все псалмы на моем канале христа любиблия и вы найдете место в одном псалме так прекрасно и сказано что в каждом животном дыхание жизни божье я дословно не помню сейчас как ну как-то там так сказано да насадил господь бой бог рай в эдеме на востоке поместил там человека которую создал и произрастил господь бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи у нас всего для пищи достаточно сколько у нас разнообразие еды а в современном мире игры слушайте вы настолько стали похотниками в современном мире можно вообще ничего не готовить вегетарианцу вегану сейчас столько всего а столько всего доступна стала в супермаркетах я говорю и свежего привезенного из далека-далека и приготовленного уж не говоря о том что ты сам из всех этих ингредиентов которые из морей заморских привезено ты сам можешь себе все что угодно наготовить и вы настолько не можете отказать своей похоти в убийстве беззащитных животных и пожирания их тропов при этом претендую еще на звание человека да еще и христианина вы мерзкие негодяи вот вы кто и дерево жизни посреди рай и дерево познания добра и зла из едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки имя 1 фессон реки пропустим имя геона имя тигр и ефрат я конечно пропускаю стихи некоторые которые можно было бы по-разному раскрыть вообще тему сотворения и грех падения человека для этого у меня есть записанная библия я старался как можно подробнее с разных тем раскрыть на сегодня ролик будет посвящен конкретно убийство беззащитных животных живых душ то есть самого бога в его творение проявляемых и пожираний ужасно даже выглядящим пожираний трупов этих животных и взял господь бог человека и поселил его в раю куда мы поселяем животных на скотобойне в цирке в клетке проводим испытания ради косметики ради якобы медицины чтобы возделывать его и хранить его что такое возделывание что такое это возделывание человек должен был совершенствоваться возрастать в добре в любви к всему божьему творению который его которым его бог и окружил и хранить его возделал зафиксирует возделал зафиксирует возделал зафиксирует таким образом человек из рая должен был зайти в небесное царство вы труп ажоры вы даже до рая не добрались еще из царства тьмы и заповедовал господь и смотрим на заповедь господа я обращаю сейчас внимание с чем она будет связана и заповедовал господь бог человеку говоря от всякого дерева в раю ты будешь есть от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь я обращаю внимание тех кто хочет познать истину почему заповедь божья сопряжена со смертью как вы думаете разве бог так скажем несправедлив разве господь не говорил что поступать другим какой что поступали с тобой разве человечеству неведом за закон бумеранга закон граблей как я его называю да как ты поступаешь с миром разве не знаком миру закон кармы как ты поступаешь с миром так будет поступать на с тобой если это древо несло смерть вкушение плодов с этого древа какие-то были грехи это грехи были связаны со смертью самой смертью вы знаете религиозные идиоты приписывают все самое плохое богу мы сейчас дойдем до 3 главы они до сих пор погрешают грехом адама с евы они во всем винят бога бог придумал смерть бог одел человека в смерть надежды бог не придумывал смерть бог не одевал человека в смерть надежды вы думаете я противоречу мы сейчас до этого дойдем это сделали люди бог их предупреждает родите смерть в этом бытие родите я имею ввиду своим поступком убьете кого-нибудь умрете сами умри убьете умрете поступает поступать с другими так как хоть что было поступлено с тобой это очень важно заметьте что заповедь сопряжена с каким наказанием смерти значит поступок тоже смерть грех который может смертить это значит убить кого-то бог не учит за сворованную конфетку не наказывает человека смертью бог им прямо говорит убьете будете умершлины и сказал господь бог не хорошо бы человеку одному сотворимому помощника соответственно ему господь бог образовал земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их человек чтобы видел как он назовет их и чтобы как наречет человек всякую душу живую так и было имя ей и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным всем зверям полевым надо человека не нашлось помощника подобному ему и навел господь бог на человека крепкий сон и когда коснул он уснул взял он одно из ребер его и закрыл то место плотью и создал господь бог из ребра взятого человека женщину и привел ее к человеку и сказал человек вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женой ибо взят от мужа своему потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два одною плотью и оба были наги заметьте оба были наги и что и не стыдились люди стыдятся друг друга когда они творят беззаконие и мы с вами наконец-то добираемся до третьей главы грехопадения я говорю вам внимание будьте очень внимательны и слушайтесь в то что я вам сейчас скажу вы такого в интернете никогда не слышали потому что в интернете истины практически нет а если есть она никому не нужна змей был хитрее всех зверей полевых которых создал господь бог и сказал змей жене подлинно ли сказал бог не ешьте ни от какого дерева в раю я не буду немножко подробно останавливаться как я это делаю в бытие при чтении то что сегодня хочу раскрыть тему вегетарианство причем именно того греха которые совершили первые люди и сказала жена змею плоды из деревьев мы можем есть только плодов дерево которое среди рая сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы вам не умереть речь идет еще раз обращая внимание как видите по самому тексту о смерти это очень важно значит и сделать надо что смертью бог говорит не убивайте ибо вам придется познать что такое смерть и сказал змей жене нет не умрете ну он конечно же тупо просто лжет но знает бог что в день в которой вкусите их откроются глаза ваши и вы будь как боги знающие добро и зло он конечно же лжет и увидел жена что это дерево хорошо для пищи что она приятно для глаз и вожделенно потому что дает знание и взяла плодов его и ела и дала также мужу своему и он ел здесь я все равно хочу обратить внимание что игру при бытие заметьте в чем проявлена любовь божья бог есть абсолютная любовь они съели и не умерли они убили беззащитного его убила беззащитное животное накормила этим трупом своего мужа адамом научила его естественно стал тоже естественно убивать этих животных и пожирать их не трупы и они не умерли сейчас мы узнаем что оказывается бог дает человеку всегда шанс для покаяния более того бог предупреждает как мы видим из своей любви человека когда человек грешит бог призывает о покаянию и только когда человек отвергает покаяние отвергает добро и хочет закоснись в своем зле бог начинает его учить школой жизни получив ответ то что ты сделал другим и открылись у них обоих глаза и узнали что наги и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание и услышал голос господа бога и услышали голос господа бога ходящего в раю во время прохлады дня и скрылся адам и жена его от лица господа бога между деревьями рая и возвал господь бог к даму и сказал заметьте он не убил его и он не умер господь взывает к даму с тем чтобы он покаялся адам где ты он сказал голос твой я услышал в раю и убоялся знаете вот когда я говорю об истине вот эти псевдо христиане лживые человеке они вот так готовы закрыться не вижу и не слышу ничего об убийстве не хочу знать я упиваю я проплачиваю но я скрываюсь от лица этого голоса да потому что мне он неприятен вы скрываетесь от света иисус правильно сказал все у кого дела добры они идут к свету вы делаете дела тьмы и никогда не придете к свету и никогда в нем не будете ибо ваши дела будут обличаться вы убийцы безжалостные безмозговые убийцы он сказал голос твой я услышал в раю боялся потому что я нах и скрылся и сказал бог кто сказал тебе что ты нах не ел ли ты с дерева с которой я запретил тебе есть мы видим как бог с нерадимым как с нерадимым ребенком разговаривает с первыми людьми чтобы призвать их покаянию кто сказал тебе что ты нах не ел ли ты с дерева с которым я запретил тебе есть что говорит адам заметьте вот этот бред и вот этот вот первородный как я называю грех присущий первым людям родившие первые люди он до сих пор присущ всем человеком на земле и не исключение от этого псевдо христиане свободные во христе так называемые православные католики протестанты они во всем тычет богу бог плохой бог придумал убивать животных бог разрешил то-то бог то-то бог то-то бог запретил то-то наоборот хорошие вещи до творить косметику татуировки алкоголь все бог запретил а все х все 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 хорошее в моем понимание в понимании истины и бога а в плохом понимании бог все разрешил убивать животных эксплуатировать рабство через моисея это бог все разрешил да а вот эту роль который никому плохо не делают алкоголь который на нормального человека только положительно действует до творчество которое просто естественно изливается из человека во всех его проявлениях потому что бог творец и человек создан по подобию это бог все запретил а все до вы их непонимание псевдо человеков христиан и религиозников бог все разрешил все зло убивать животных эксплуатировать до медицину всю на крови построить цирки это все бог разрешил до побивать камнями за украшения на это все бог разрешил конечно что же говорит адам богу жена которую ты мне дал она мне дала с дерева и я ел до сих пор все это творится и те тупые люди которые так не научились читать библию который считается бог хорошая я плохой они наоборот никогда ничего не поймут это ключ к чтению всего писания бог хороший а мы люди плохие не бог вкусил здраво познать добра и зла не бог они вкусили бог хороший бог даже обещав им смерть не убивает их бог хороший бог призывает только покаяться хорошо ты деятельно вкусил зло то убил рассказе больше этого не делай нет никакого покаяния господь понял садам все ясно переходим к жене и господь сказал бог жене что-то сделала жена сказал я ну мало ли что я убила то вон лукавый мне нашептал змея бальстил меня и я ела и сказал господь змею за то что ты сделал это проклятый пред всеми скотами пред всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобой между женой и между семенем твоим между семьями и и она будет поражать тебя в голову и ты будешь жалить а ты будешь жалить его в питом и теперь я обращаю на самые важные заключительные вещи которые мы с вами читаем для всех кто открыт хоть у кого-то хоть как то распахано сердце к истине хоть что-то до вас в этой жизни дошло вы если у вас есть дети вы никогда не будете научать наказывать от слова наказ учить своих детей законом бумеранга и наказывая их больше чем они того заслужили в нормальном обществе ответственность всегда даже ниже чем само преступление в большинство современных я вам говорю как человек живущий 28 сентября 2020 года в большинстве обществ мира стран мира государств национальности даже не убивают за человека за то что тот убил и порой ни одного человека у нас за групповые убийства где человек убивает целый там школьные классы расстреливать лагеря какие-то группы людей этому человеку зачастую даже смертную казнь не дают этого человек зачастую даже пожизненно не сажают а дают лет 25 в сердце внутри в существе каждого человека сидит это божья любовь которая хочет лишь научить человека она не хочет послать его на вечные муки на вечный ад она не хочет причинить человеку боли она хочет человека вернуть к себе небесное царство любви радости и мира и бог не дает человеку больше того они не за выкуренную сигаретку лишились рая и стали смертными они обрели и стали смертными и обрели смерть благодаря так скажем в кавычках потому что сами убили беззащитное животное им некого было убивать кроме них двоих не было как вы видите не надо быть супер детективом ир кюлен поро чтобы разгадать третью вторую главу и третью главу книги бытия о том что они не друг друга убили мы видим что об обвиняемых находится на суде убить можно было только живую душу это неважно от нас даже не сокрыто это неважно что это кануло в лето и от нас закрыто какое конкретно на животное убили может быть этого рода уже животного просто не существует на земле по стечении времени или человеческого до эгоизма который всю планету готов сажать с потрохами уничтожив ее какое же наказание и господь дает и еве заметьте она сорвала и съела что значит сорвать убить что есть принять в себя эту сущность какой же чтобы его поняла ужас боль зло того поступка который она совершала какой же наказ какой же урок ей преподает господь если она сделала безобидную вещь если какая-то на сигаретку в девятом классе за углом покурила разве бог будет наказывать человека наказывать учить больше тому чем он совершил умножая умножу скорбь твою в беременности женщина богом одаривается скажу тавтологично даром дарение жизни даже три раза тавтология одаривается даром дарение новой жизни и заметьте что скорбью страданиями то есть здесь как угодно слово подставьте любое мучение болезни в болезни будешь в болячках страданиях мучениях как женщины рожают орут на все этажи слышно будешь рожать детей и к мужу твоему то есть она вынашивать будет в скорбях рожать будет в боли тут слово болезнь это опять я обратите на синодальный перевод духом святым подставьте правильные слова в боли женщина горит что это такая боль я мужчина в этой жизни не рожала не знаю но говорят что это адская боль иногда многие поэтому же делать время кесарева там и по угрозы здоровья многие не готовы терпеть эту адскую боль в скорби умножая умножу скорбь твоей в беременности твоей то есть ты узнаешь что такое родить дать жизнь выносить эту жизнь вливать там как девушки блюют там да от этого токсикоза или чего там все тянет ломит льется или что там я не женщина не знаю не могу сказать вам вы все сами знаете кто относится к женской к прекрасно как говорят половине человечества хотя мужчины не менее прекрасно и в боли будешь рожать детей твоих как вы думаете почему бог еве за выкуренную сигареткой специально привожу такой пример когда выкурали сигаретка можно даже грехом ты не является кому устал от этого плохо кроме самому человеку ну хорошо обозвал кого-нибудь вот я обозвала кого-нибудь животное вместо чтобы любить и заботиться господство с свой и хотя бы даже ударила бы просто это животное ударила разве бог за удар евы животного пнула ногой собаку знаете как крестьянин сапогом со всего бедной собачонки если бы его ударила разве бог бы дал есть смерть в страданиях рожать же чтоб понять что такое жизнь хорошо болячки бы вошли ты ударила в тебя войдут болячки ты познаешь что такое боль ты ударила собаки больно ты узнаешь что такое боль я так будет болеть голова жопа простите что ты узнаешь что это такое почему господь и дает ровно противоположную так скажем добродетель дать жизнь нужно забрала эту жизнь забрала и бог ей дает урок бог конечно же когда дает жизнь давал ее в раю творил мир он не болел он не скорбел дарение жизни это радости но чтоб ты больше никогда у тебя рука не поднялась забрать чью-нибудь жизнь вкусе плод противоположный а какой противоположный плотно мы знаем все прекрасно такое словосочетание прекрасную заповедь который естественный сам иисус говорил бог пришедшего плоти уклоняйся от зла но я скажу ветхозаветными стихами из псалма до уклоняйся от зла и сотвори благо вот она и сотворит благо естественно уклониться от зла подразумевается то что сейчас они будут чуть попозже мы с вами доходим одеты в шкуру этого же убитого животного да и в общем то не творить зло им господь уже заповедовал он им и добро заповедовал творить возделывать и хранить оберегать заботиться и владычествовать и не делать зла все говорил и теперь будешь делать противоположное будешь давать жизнь и давала бы ее раньше в радости как я творил бытие теперь ее будешь давать в скорбях и в болях и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобой ну мужа жены темы сегодня я не буду трогте кому интересно может отдельно посмотреть мои чтение с комментариями на книгу бытие адам адам уже сказал опять внимательно внимание те у кого распаханы сердца те кто хоть как-то дошел хотя бы приблизился к познанию истины слушайтесь внимательно что я вам сейчас прочитаю какое научение опять наказ урок дает бог человеку адаму чтобы он понял что он сотворил почему речь все время идет о пище вы никогда не задумывались мы с вами прочитали я на это немножко подзабыл обратить внимание ева смотрит на дерево и плод его вожделен для пищи почему речь все время идет о чреве а пищи ни у кого ничего не внутри не шевелится в голове они должны были возделывать и хранить рай питаться все что всем что растет на земле и падает с деревьев ева убила и сожжала сорвала и вкусила адам не срывал он не убивал но она дает ему часть этого трупа чтобы и он тоже вкусил вкусил просто съел он еще сам не убивал он только вкушает из рук евы что же господь говорит этому адаму нерадивому мужику за то что ты послушал голоса жены твоей и ел ты не срывал ты не убивал но ты сожрал этот труп я тебе дал все ты разве не видел как он выглядит конечно я не сомневаюсь в том что я его приготовила по всем современным технологиям супер кухни да как там барбекю какой-нибудь может быть приправил чем-нибудь ну ты тупой я дал тебе все что растет на деревьях у адама было познание он ощущал все что можно и все что нельзя узнал прекрасно что это что-то не такое он бы мог спросить ева ты где царвала это что за трава такая это что за фрукт такой где ты его взяла покажи мне как ты его добыла где он пойдем сходим посмотрим где он растет кто меня давно слы смотрит слушает помнит знает мою эту фразу уже на зубок особенно кто сам покаялся и стал веганом христианином мясо не растет на деревьях и не растет на земле это труп убитого живого существа если бы адам почти потесал голову почешал почешал бы ее где-нибудь в нужном месте и спросил бы это где эта дорогуша взяла его пришлось показать как она и вот добыла этот чудный фрукт под названием мясо я вам много раз всем говорил и у нормальных людей нормальные люди мы не можем смотреть на то как убивать животных то есть искадобойни этими роликами невозможно делиться то что это просто невыносимо смотреть для нормального человека адам бы я сказал слышь дура ты что сотворила испон увидел где она это сорвала как она это сорвала какое наказание на учение бога адаму за то что ты послушал голоса жены твой и ел от дерева которыми заповедовал тебе сказав не ешь от него проклята земля за тебя проклята земля дающие те пищу и плоды деревьев за тебя со скорбью будешь питаться почему бог адама наказывает скорбным питанием ни у кого в голове ничего не шевелится о горе христиане ну разве бог я буду все ладно в этом духе в голову пока другой пример не приходит за выкуренную сигаретку его наказывает скорбным питанием разве не земля мать всех живых существ и произведет земля душу живую они убили она убила дитя земли животное душу живую которую она не производила жизни которому она не давала именно за это она научается в скорби и болячих боли боли давать жизнь ты отняла жизнь у матери земли ты отняла жизнь у живого существа у дитя матери земли ты познаешь что такое дать жизнь только в боли и скорбях а в будущем когда твой же сыночек этот первый каин убьет авеля ты познаешь что такое боль матери когда один забирает жизнь другого по вашему образу и подобию потому что вы сделали это первыми адаму с евой просто нечего было жизнь забрать кроме как друг друга поэтому не забрали жизнь она того кого много вокруг на как вы думаете когда она убивала это первое животное это как выглядел вообще это ужасно выглядел как-то выглядит посмотрите на современные скотобойни как можно убить живое существо как это выглядит как она его порола спарывала шинковала жарила или сырым они там сожжали я уж не знаю нам это не описано какое же наказание адаму за то что он не срывал но съел как и съела на тебе мало было фруктов овощей всяких прекрасных трав плодов земли грибов орехов со скорби будешь питаться проклята земля за тебя ты сожрал ее ребенка душу живую не то что она давала для тебя с радостью плоды земли это дети земли сотворила земля душа живые произвела со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоя речь идет о питании никакого другого греха кроме греха убийства живого существа и пожирания его трупа адам с евы не совершали и будешь питаться полевой травою почему полевой травой распаханные сердца хоть как-то ответьте себе на вопрос почему речь все время идет о пище почему 1 2 3 глава связаны неразрывно и дал господь всякомусь живую же всякой живой душа всяким зверям полевым траву полевую вы знаете что сейчас на земле так скажем нету райской пищи мы вижу мы едим то что в раю должны были есть животные будешь питаться полевой травой ты будешь питаться тем чем питались животные ты убил его убил в этот раз сначала его потом она естественно его научил он же вкусил ты ему понравилось теперь он будет охотником великим дебилом на самом деле конченным убивая животных в поте лица твоего будешь есть хлеб ну в человека не отказался и от всего этого да ну в поте лица будешь теперь есть хлеб в поте лица мы на самом деле не представляем где мы живем не то что до небесного царства павел пранского нам даже на сердце не может прийти что бог приготовил любящим его во всех его проявлениях мы рай то потерянный не знаем как выглядит все что мы сейчас живем это от в поте лица мы добываем хлеб свой доколе не покаешься доколе не возвратишься в землю с которой ты взят ибо прах ты и прав прав возвратишься и нарек а дам имя жене своей я обращаю внимание чтобы подытожить сделаю итог чтобы не прошло не пролетела как пуля над парижем над головой речь идет заметить все время питание на питание об убийстве с первой главы что дано человеку это заповедь и эту же заповедь они нарушают все связано с животными заботой с попечением о божьем творении они этого не делают более того они приносят в мир зло и страдание скорбь и даже смерть игрок а дам имя жене своей евы ибо она стала матерью всех живущих чем заканчивается 3 глава и сделал господь бог адаму и жене его одежды кожаный и отдел их это я сейчас грубо выражусь у кого завидают уши кто не может не хочет меня слушать вольному воле идите с миром я когда первый раз от кого-то это услышал я ушам не поверил потом я услышал я жалко не нарезал эту проповедь где-то я лично слышал по ну и по видео не сбросил пробит где идиоты протестанты проповедует бессердечные идиоты это протестантская основана такая проповедь я у православных католиков такого прям не слышал хотя может и у них это болячка я лично просто не слышал так скажем я видел проповедник и знает их это вообще их не мучением является что это бог убил животное за какой-то там грех адама с евой и отдел в эти кожные одежды вот в эту кожу человека господи вы идиоты вы клевещите на бога вы конченый конченый бессердечные идиоты вы вот эти вот адам с евой ты 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 в 7 тысяч бог убил бог адам с евой огненки непорочные это ты убил и нам этим вот я так толкую я тупой так вижу и теперь я буду делать то же самое вы идиоты у вас нет ничего доброго и светлого ничего вообще я когда такое услышал это вправе я я вообще у меня слова потерялись дар речи я просто потерял этот человек проповедник еще он рот открывает бог убил бог убил собственное творение бог в раю убивает собственное творение которому дал сердце чувство бог его убивает чтоб тупого адама съем и одеть в этой одежды вы вы совсем вы идиоты это не бог убивает это она они убили и эти одежды я надеюсь эту нитку вы проследили я все это показал бог их все что они сделали вернула им обратно что посеете то и пожнете эти шкурки не остаются просто так лежать это шкура того животного которого убила адам ева потом я говорю уж безусловно тылана его научила он побежал как конченый идиот охотиться он одевает эти убитые шкуры на них вот то что мы сейчас носим вот эта смерть это свидетельство что антивеганство куча идиота в интернете под моими роликами пишут что веганство это не от бога это вы от сатаны вы дети дьявола потому что он был от начала соблазнителем убийства вы эти дьяволы вы соблазняете людей народ божий может быть будущий или уже современный писал пишет пиката пишет такие комментарии проповеди такие читайте вы дети дьявола вы клевещите на бога бог там разрешил бог там бог там убил бог сям убил вы идиоты мне нечего вам сказать мне нечего умного и доброго сказать о людях считающих себя святыми называющий себя христианами светлыми светом любовью проповедует об иисусе христе вы ничего не знаете вы невежды в слове и ноль в познании истины бога любви ноль ноль ничего у вас нету вообще бог одевает им то что они решили праху предать не предадите то что мы носим это свидетельство первого греха убийство живого существа животного причем беззащитного любила которая нас любила ластилась души в нас не те не чаяла это даже не человек который в которую могло зародиться зло животных не было зла они не причиняли вреда людям они любили человека бог создал рай это мир любви и сказал господь бог вот адам стал как один из нас зная добро и зло и теперь как бы не потеря не потерпит тянул он руки свои и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно будучи сущим сатаной бог учит человека жизни я надеюсь сегодняшнее видео достаточно понятно я хотел бы конечно же я хотел бы чтобы это услышали все христиане я отвечаю на тот вопрос и хочу когда я говорю как-то в последнее время мне было несколько укоров такие что я из христианства забыв христианство слишком много стал уделять веганство я в принципе всегда ему достаточно уделял кто вспомнит я просто это делал без всяких тоже картинок свободе слова говорил можно найти все мои старые беседы я об этом говорил постоянно своих проповедях я постоянно отсылал человека к первой главе книги бытия где никто никогда не отменял эту заповедь добра возделание хранения рая заботы о всем и проявление любви ко всему божьему творению чтобы возрастать в любви и и и почему я начинаю с веганство теперь я на веганстве действительно делаю очень сильный акцент потому что христианство потому что библия начинается с книги бытие с первой главы за ней идет вторая и третья если вы хотите познать истину хотя бы встать на этот путь если вы хотите чтобы вам открывалась библия вверх я от слов еще личным опытом себя свидетельствую когда ко мне когда господь меня призвал я познал его любовь и свет добро я сразу все это зло оставил поэтому мне все открывалось потому что я всегда оставлял все что зло и все что господь меня в чем обличал все что причиняет кому-то в зло и страдание не считая вот того что я обличаю вас грехе и вам видишь ли это неприятно как и неприятно было тех кто слушал иисуса да им же так было неприятно когда они все слушали что злые виноградари дети дьявола творящий похоть отца своего я лишь говорю правду о вас и мы сегодня во вражде я вам неприятен только потому что вы находитесь в грехе настоящее христианство и познание истины начинается с непричинение зла богу во всех его проявлениях природе животном мире человеческой не убей не укради не уже свидетельствуй не прелюбодействуй не кради не кради и прочие прочие вещи не не делай зла не клевещение обманывай начинается с не делай не зла не причинение вреда страданий скорби всему живому тем более тому которое вообще вас коровка как-то обидела вы выращиваете живое существо специально чтобы его убить ну или проплачиваете все вот это вы посмотрите на себя кто вы есть христианство как и библия и как истина начинается с первой главы со второй за ней третий и так 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 до нового завета вам еще надо дорасти чтобы с него начать восходить в небесное царство в рай сначала вернитесь вам дарай далеко все эти бредни что вы там куда-то спасетесь куда-то возноситесь что где-то там вас христос ждет в небесном царстве вы дарае не добрались до какого небесного царства вам еще фантазии свои выращивать именно поэтому я так сейчас сильно и акцентированно говорю о веганстве с этого начинается жизнь настоящего человека иисус безусловно был веганом бог пришедшего плоти не мог убивать и учить убийству тех кого он пришел призвать к святой жизни то что вам религиозники все замызгали все вырезали да все вычистили подали болеводский отвратительный мерзкий культ виде православик талицизм протестантизм и же с ним подобными бреднями и точнее о чем не говорит так что так вот псевдо христиане вот такие вот дела кто желает я конечно хотел бы чтобы это слово долетело в уши каждому христианин мир потому лежит во зле потому что это зло исходит из нас самих все это ужасно я хотел бы что все люди покались но за христианом не особо так как я себе предпричисляю к этой касте так скажем называю себя тоже шристианином мне противно просто и неприятно что из-за вас как и писал апостол павел хулица имя бога любви которому вы несмотря на ваше наименование никакого отношения не имеете а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok